Доброе утро! На дорогах ночью минус 5, минус 10. Днем минус 1, минус 6. На дорогах ночью и утром гололедится. В Черкесске временами слабые осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, минус 5 градусов. Днем потеплеет до плюс 3. Сегодня день российской печати. Уважаемых журналистов, сотрудников печатных изданий Карачаева Черкесии поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Журналисты Карачаева Черкесии заслужили признание и любовь читателей благодаря постоянному вниманию к проблемам в обществе, к острым вопросам и сложным темам и, конечно, мастерскому владению словом. Слова благодарности хочется выразить старшему поколению журналистам Карачаева Черкесии. От всего сердца желаю всем творческим и техническим сотрудникам газет, журналов, издательств здоровья, успехов, вдохновения, новых увлекательных творческих работ, благополучия, мира и добра. Легендарный голос республиканского радио. Свой 80-летний юбилей отметила заслуженный работник культуры Карачаева Черкесии диктор Любовь Балурова. Поздравить юбиляра в этот день пришли ее родственники, друзья и коллеги, с которыми она проработала много лет. Алихан Лепшоков продолжит. Большую часть своей жизни Любовь Балурова проработала диктором на республиканском радио в Карачаевском отделе. Поздравить с юбилеем пришли ее коллеги, с которыми она бок о бок проработала много лет. Каждый из них отмечал большой профессионализм Любовь Ибрагимовны. Ее приятный и четкий голос всегда радовал слушателей. И сегодня Любовь Ибрагимовну поправ можно назвать человеком целой эпохи становления радиовещания в нашей республике. Это человек, который вобрал в себя культуру, возможно, нескольких эпох. Я рад, что она научила многих журналистов и работающих ныне в средствах масс-информации Карачао-Черкесии правильно говорить, правильно осмысливать и правильно оценивать ту ситуацию, которая складывается на улице. Я бесконечно горд от того, что общался и общаюсь с этой удивительной женщиной, вместившей в себя целый мир. Любовь Булурова пережила и депортацию, и войну. После возвращения на родину она стала работать диктором в Карачаевском отделе радиовещания. И в этом ей способствовали постоянная работа над собой и владение своим родным языком. В 1962 году радиокомитет находился в здании главпочтанта. В непростых условиях работники радио создавали свои журналистские произведения. Но, несмотря ни на что, Любовь Ибрагимовна всегда показывала свою профессиональную хватку и яркий талант. Очень тесно, очень тяжело было. В одном кабинете по 5-6 человек сидели. Вот журналисты сидят и музыкант сидит. Музыкальный отдел, который заведует. Тяжело было, конечно. Дикторы тоже. Отдельно дикторской у нас не было. Мы тоже с журналистами сидели. Я тоже писала. И очерки писала, и зарисовки писала, статьи писала. Известный драматург и народный писатель Карачаева-Черкесии Беля Лапаев однажды сказал, безупречная дикция и грамотность Любовь Булуровой всегда были примером для молодых, в то время начинающих работников радио. Сегодня Любовь Булурова получает поздравления не только от коллег и друзей, но и от своих детей и внуков, которые с таким вниманием относятся к ней, радуя своими успехами в жизни. Алихан Липшоков, Медина Джанкиозова, Светлана Шендрик, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня в 17 часов на площади имени Ленина Черкеска пройдут заключительные новогодние мероприятия. На этом мы простимся с елкой на целый год. Кстати, сегодня ночью многие россияне по старой доброй традиции будут отмечать Новый год, только по старому стилю. Из года в год популярность Старого Нового года растет. Еще это отличная возможность допраздновать самый любимый праздник в году. Или наоборот, отпраздновать со всем размахом, если для кого-то сам Новый год был только репетицией. А вот отмечают ли жители Карачаева-Черкесии Старый Новый год и есть ли у них свои традиции. Старый Новый год отмечаете? Отмечаем. Два раза не может быть. Год не может сразу два раза наступать. Если честно, нет. Все зависит от обстоятельств, компания там, в общем-то, из-за этого. Не люблю Новый год отмечать. Отмечают. А как? Что обычно делают в этот день? Ну, готовят салаты, разные блюда. Нет. А почему? Еще от первого не отошли. Родственник придет, дом отметим. Как всегда. И у нас на этом все. Впереди нас ждут выходные. Приятно их вам провести. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова